всем привет я снова с вами и сегодня хочу поговорить про то что у меня вес все время стоит на месте и вы знаете я не люблю слово разгрузочный день потому что в принципе мое такое питание что я таким особым плохим шлаковым не загружаюсь и за это время что я на кита питание но у меня было таких ну типа два белково-разгрузочных дня я тогда ела только одну грудку ну вы знаете почти килограмм отвес был почти килограмм да я понимаю что это не жир уходит но это уходит по сути лишняя жидкость и нам лишняя жидкость тоже не нужна в организме а сегодня я хочу провести этот белково-разгрузочный день на твороге я конечно не знаю получится или нет я конечно не знаю получится или нет пойдет мой вес вниз или нет если пойдет то пожалуйста практикуйте и вы следом за мной и в любом случае я вам расскажу что произошло с моим весом получится не получится но скажу что все равно это практически стресс для организма потому что я привыкла хорошо плотно питаться и для меня вот столько мало еды это реально стресс для моего организма но ничего я думаю что я такой крепкий орешек что я не сорвусь так что пожелайте мне удачи поддержите меня лайком я буду очень довольна ну и конечно же чтобы провести такой день то нужно заранее настраивать себя потому что если вот так нечаянно решила завтра у меня разгрузочный день девяносто девять процентов что не получится потому что мы должны себя настроить вот я например уже в понедельник даже воскресенье знала что я проведу этот день я рассчитывала в среду но получилось у меня что в четверг ну и конечно же нужно себя морально настраивать на такой день и конечно желательно чтобы в этот день мы меньше времени проводили на кухне заготовкой конечно хорошо было бы если бы нашим домочадцам мы приготовили там что-то там с вечера накануне потому что я сегодня готовила красный борщ вы знаете ну да когда человек голодный и вот эта готовка это конечно можно сорваться но нет я конечно не сорвалась у меня первый завтрак мой был это в 11 часов это было 100 грамм творога одно яйцо 50 грамм и 33 грамма греческого йогурта и и кофе было я нормально перенесла потом обед у меня был так называемый обед у меня был в три часа все то же самое ровненько все то же самое и в шесть часов на ужин будет тоже самое без всяких срывов без всякого всего то есть я думаю что я спокойно это все выдержу и вы знаете конечно на кухне не надо проводить время и лучше всего в этот день не ходить еще и магазин потому что когда мы заходим в магазин там тоже изобилие продуктов это же запросто можно что-то ухватить такое не очень нам полезное вот и еще по всем наблюдениям когда мы находимся на улице нам есть не хочется и как только мы заходим в квартиру и сразу в мозгу щелк кушать хочу понимаете делаем выводы то есть побольше нужно находиться на улице на свежем воздухе чем-то заниматься чтобы не думать о еде так что если у меня получится хоть немного снизить вес за этот день то есть же люди такие что тоже вес остановился настраивайте себя заранее готовьтесь к этому дню чтобы вы морально были готовы что вот например там среду в четверг у вас будет вот такой вот разгрузочный белковый день и стопудово что он пройдет нормально ну скажу скажу так что уже к трем часа уже реально хотелось есть ну наверное я привыкла много есть поэтому после этих 100 грамм творога и 1 яйца скажу честно мне хотелось есть в 2 часа то есть это вообще не моя еда и вы знаете наверное главное условие этого разгрузочного дня чтобы мы получили не больше там 600 700 калорий и чтобы в этот день нам не поступало с едой не соль и не сахар ну сахар конечно у нас не поступает но соль нам тоже не нужно потому что соль задерживает воду а мы-то хотим избавиться от лишней влаги от всяких отеков поэтому соль нам не нужно чтобы она не задерживала воду ну и еще в этот день нужно обязательно пить много воды ну насколько много я так думаю что 2 литра это стопудово нужно и конечно у меня еще будет кофе будет чай то есть я утром выпила кофе и в обед я выпила черный чай с лимоном это же тоже жидкость и конечно же в твороге в яйце есть не только белок там есть и жиры и мы знаем что жиры нам нужны для того чтобы желчь не застаивать в желчном пузыре и мы еще знаем что обезжиренную молочку мы не едим от нее совсем будет мало пользы и вот на сегодняшний день у меня всего 300 грамм творога это на три приема пищи это 363 калории 3 яйца это 150 грамм это 240 калорий и еще то что я добавляла греческий йогурт чтобы ну не такой творог был сухой 100 грамм на три приема пищи это 90 калорий и в итоге у меня выйдет на день 693 калории то есть по сути вроде жить можно но такие разгрузочные дни нельзя часто делать их нужно делать не более одного раза в неделю и в сегодняшнем моем меню у меня выйдет белков 78 жиров 37 и углеводов всего 11 ну не я не знаю как получится посмотрим уже завтра сегодня на весах у меня вес был и вес 61 и 5 и это с учетом телефона 61 и 3 сегодня четверг мы посмотрим что получится с моей идеи сдвинуть вес посмотрим что будет завтра пожелать мне удачи и такой стрессоустойчивости чтобы мне не сорваться ни на какую еду пятница и я взвешиваюсь после моего вчерашнего белково разгрузочного дня мой вес сегодня 62 это с учетом телефона это мой новый вес и минус телефон это 60 килограмм класс и вот вчерашний мой день прошел все таки прям таки прекрасно я не сорвалась кроме 300 грамм творога трех яиц это 150 грамм и 100 грамм греческого йогурта я не ела больше ничего я только пила кофе два раза пила кофе один раз чай и один раз чай из липы и по сути я нормально это все преодолела но конечно скажу что так как я привыкла уже есть много сытно для мне конечно это маловато ну как бы хочется что-то съесть но нет я крепкий орешек поэтому я этот день выдержала очень спокойно нормально конечно ушло веса это килограмм 300 я конечно понимаю что это ушла какая-то жидкость мои отеки ну и какой-то может быть и минимальный процент жира ну не знаю что будет завтра завтра у меня день взвешивания и конечно я же понимаю что например завтра у меня естественно будет привесить потому что я не остаюсь там на 600 700 калорий а конечно у меня сегодня будет там за тысячу калорий но это не страшно главное не переедать не обжираться передание переедание не приносит здоровья нашему организму нужно быть таким терпеливым орешком а конечно же есть например я начну есть все подряд то грош цена моему белково-разгрузочному дню то есть так это не работает нужно этому весу дать закрепиться но сегодня уже 60 такого веса у меня не было 33 года представляете я очень довольна своим весом и конечно же такие разгрузочные дни хорошо делать после каких-то там застолье после каких-то праздников при похудении когда вес остановился дать толчок своему организму но конечно же после такого разгрузочного дня не нужно есть все подряд а нужно дать весу чтобы он закрепился и вы знаете есть информация что разгрузочные дни на кисломолочных продуктах не всем подходят то есть от например от творога могут быть и отеки но пока я не попробую я не узнаю как это работает конечно же проводя такой белково-разгрузочный день если ничего не нарушая и на следующий день от весов нету значит такой разгрузочный день там вам не подходит нужно искать что-то другое конечно это же все индивидуально то есть одному хорошо а другому не очень значит надо какие-то искать альтернативы для того чтобы толкнуть вес вниз знаете за это все время вот люди пишут у многих уже отвесики пошли и я этому очень рада некоторые пишут что вес там остановился так вот у кого остановился вес он попробуйте а вдруг и вам подойдет такая система такого белково разгрузочного дня и если у вас все получится делитесь результатами мне будет очень приятно потому что мне приятно что люди поверили и люди начали питаться также как как я и у них есть тоже результаты я этому не сказано рада очень рада потому что наша нация наши люди должны быть здоровы и мы сами делаем себе здоровье кроме нас наше здоровье не нужно никому и фраза амосова что врачи лечат болезни а человек добывает здоровье сам мне на очень хорошо зашла и прям такая суперская фраза вы не находите так так что стремимся к здоровому образу жизни всем кто был со мной спасибо я очень рада что вы со мной спасибо что заходите на мой канал лайки комментарии это все прекрасно за подписку вам отдельное спасибо всем мира добра любви всем пока обнимашки 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 пока